друзья привет с вами raptor тв посмотрите на погоду снежочек на уже пошел зима наступила скоро 1 декабря в общем покатушки временно у нас прекратились но не из-за того что пошел снег сейчас мы готовим самокат один интересный шипуем резину там делаем яркие диски красит может кто-то наш инстаграм если смотрят кстати подписывайтесь не забывайте там и все это опубликовываем скоро будет это ультра зимняя готова будем на ней гонять по горкам по льду везде но а пока самокат еще в работе многие просят давайте обзоры хватит ваши покатушки в общем сегодня у нас интересный самокат один на обзоре сейчас мы вам про него расскажем все говорят давайте тюнинг тюнинг ремонт там все такое в общем смотрите никогда мы про такие маломощные самокаты обзора не делали да у нас как бы все равно все любят погонять там чтобы был такой мощный запас флота большой все но про этот самокат я просто очень хотелось мне про него рассказать вообще фирма интересная только начались не работать фирма загсборд вот посмотрите как называется чем она интересна и вообще чем интересен этот самокат в принципе что это за самокат это самокат и там лет вов или это у как правильно там не знаю называют есть такой самокат очень дорогой тоже такой маленький его скопировали сделали самокат куга куга с 2 с 3 это китайский но как все в принципе самокаты китайские но это грубо говоря копия едва в копия куги но фирма загсборд пошла дальше она взяла все недостатки переработала их и сделала по внешнему виду такой же самокат но без этих всех косяков которые вы имелись у и твова и у куги первое это подножка смотрите не сделали под ножку да то есть у тех самокатов подножки нет чтобы тот самокат было раньше было припарковать где-нибудь надо было его раскладывать и вот так вот он у вас стоял но этот честно но этот смерть да то есть каждый раз складывай раскладывай складывай раскладывай загсборд сделаю что подножку поставили отлично и самый косяк который был у кук и у этого фа это вот этот вот складной механизм вы посмотрите какой мощнейший здесь сделан то есть тут сантиметра 2 не знаю что это за материал но он видно что он переработанный то там кук был силумин который от тряски от всего от этого отламывался куски его уже нельзя было не сварить ничего здесь эту проблему решили дальше вот эта резиночка как якобы у кука везде там и у этого был амортизатор здесь он реально есть здесь амортизатор в этой вилке то есть он сейчас я покажу посмотрите он ну во всяком случае когда едешь он чувствуется что он работает и он видно когда штока туда уходит то есть амортизатор добавили отлично и друзья самая самая фишка фирмы загсборд из-за чего мы с ними стали работать из-за чего мне они нравятся три года гарантии друзья три года как у toyota то есть ты покупаешь автомобиль toyota дата три года вообще голова у тебя не болит только ездишь на сервисное обслуживание здесь даже на сервисное обслуживание ездить не надо ты просто купил самокат с тремя годами гарантии и просто ездишь и у тебя не болит голова но еще фишка в том что они уже гидроизолированы то есть фирма загсборд делает свою гидроизоляцию то есть просто три года ездит через два года у вас там что-то замило или где-то куда-то попала влага вы привозите в сервисный центр загсборд вам это все бесплатно меняют ремонтируются потому что они дают на это гарантия не в этом уверены но прежде чем самокат мы отдаем от фирмы загсборд клиентам своим мы каждый самокат еще проверяем сами то есть вы скрываем мотор колесо смотрим как дека загерметизирована все это если надо мы допиливаем дорабатываем и отдаем его вам чтобы вы ездили в течение трех лет и не забивали себе голову кстати здесь установлена батарея 7800 ампер час такая как в этом xiaomi m365 в принципе я вот на него пробовал сейчас честно говоря снег кататься особо опасно так скажем колесики маленькие есть я пробовал на нем я двадцать девять километров разгонялся да то есть там 80 там два килограмма и 29 километров он потянул тормоза здесь рекуперация очень эффективная и если что можно тормозить вот так вот ногой механически но это на самом деле даже не надо потому что рекуперация тормозит очень хорошо еще что хотел сказать самокат этот знаете как вот нельзя сказать что там только dual tron хочу все этот самокат в принципе должен быть у каждого мое мнение такой да я себе оставлю один самокат кину его багажник смотрите кстати мы каждому самокату мы даем такой вот чехол защитный сумку совершенно бесплатно подарок всем покатались сложили убрали на молнию застегнули и в багажнике он у вас лежит с него не будет не сыпаться ни грязь не пыль ничего он лежит у вас вам место вообще не занимает захотите домой его принесли зарядили там да и назад его в машину оставили это первый плюс да и не всегда есть возможность взять собой куда-то dual tron потому что все-таки самокат да я конечно тандыр свое люблю очень новый друзья 45 килограмм до против 11 на загсборда на этом но это вообще как бы и в принципе даже человек там весом 100 килограмм 110 он может спокойно на него встать и хоть там мотор там 350 ватт не особо мощный но он встанет на него доедет там там 5 7 8 километров там в одну сторону вообще без проблем соответственно такой знаете как самокат для подскок да конечно там на повседневную там гоняет они там пробеги какие-то ставить скорости ставить это не подходит но хочу сказать кстати отлично подойдет детям любого возраста потому что например взять даже если нам спидвай мини 4 про или там макс пид мини 4 реально для ребенка который весит 40 50 килограмм это очень мощный самокат он его раза к разгоне до 50 километров в час детям скажешь не гоняй да да хорошо папа маму не буду гонять гашеточку даванул три секунды у него 50 представьте что может случиться человеком если на 50 километрах свалится с него то есть не всегда же он там будет шлем там где-то забыл где-то чего-то где-то там родители там забыли там одеть здесь все просто он ей 2930 больше он не едет в принципе этой скорости хватает выше крыши чтобы куда-то подскочить передвинуться так что что сейчас мы сделаем самокат рассказали вам здесь в принципе стандартно все как на а кстати прикол смотрите заряд от нему идет инструкция на русском языке вообще все по-взрослому не то что как вот эти были как собрать как как там все то есть вам принципе все расписано показано там как как это все должно быть и руль по высоте кстати регулируется то есть но кому-то это нужно да там пример там повыше пониже кто-то повыше ростом потом дальше сейчас я им что еще хочу показать у него уже встроенный сигнал и свет да конечно свет убогий да но по крайней мере вас темное время будет суток видно да и принципе можно не включать чтобы вас как знаете там велосипед и там мотоциклист ездит со светом вот включила и поедет спокойно едешь привод у него передний что мы сейчас сделаем друзья мы сейчас его разберем посмотрим мотор колесо посмотрим аккумулятор посмотрим деку посмотрим вообще как штатная гидроизоляция там сделано то есть за что они ручаются что три года там проблем у вас никаких не будет все это посмотрим потом соответственно если где-то надо что-то будет доработать мы это доработаем запакуем его и так будет с каждым самокатом которому нужно какой-то нужен какой-то допил будет то есть мы все эти самокаты будем дорабатывать и это уже будет совершенно бесплатно и помните да у вас то есть будет самокат гидроизолированный с тремя годами гарантии и по цене меньше 20 тысяч рублей я с уверенностью могу сказать что на рынке конкурентов за адекватные самокаты вот за так такого плана нет там можно купить кубу за эти деньги но реально когда куба едет по стыкам по каким-то или я уж извините компания там куба или как там правильно там или тот кто этими самокатами торгует никого не хочу обидеть но реально это ведро с болтами то есть едешь по нему и просто такой грохот все дребезжит все телепается здесь едешь просто ну как вот на спидвей там на мин 4 все отлично то есть я думаю что это благодаря амортизатору переднему который все-таки чуть там гасит неровности дороги то есть вы меньше чем за 20 тысяч получите самокат с гидроизоляцией из гарантии трех годовой делите решили через два года переехать брод да там вам лень и самокат перетаскивать переехали затопили на воле что-то случилось пригнали вам в сервисном центре бесплатно все поменяли все друзья разбираем смотрим показываем вам как и что там внутри вот смотрите первое смотрите как мотор колесо установлено и проходит провод сразу раз стык здесь то есть никак в дуалтронах всех внутри деки остык здесь и он уже видно что уже это то ли термоклей то ли герметик в общем и в термоусадочке и здесь все залито замазано то есть туда ничего не попадет то есть здесь уже ставим плюсик сейчас мы его срежем погреем отсоединим мотор колесо и разберем посмотрим как там все сделано у нас смотрите как здесь сделано в принципе довольно грамотно не как надо алтрона да то есть с мотор колеса выходит провод и резинкой резинка специально декоративно закрывается на это резинка со временем все не приклеить на супер клей она отваливается и вас при падении может что-то перебиться здесь вот как все сделано пластиковая заглушечка декоративная она и закрывает провод питания и вот на 4 болтика маленьких прикручивается так ну принципе смотрится очень даже неплохо ладно идем дальше смотрите здесь по мотор колесу как все наверное знают уже разбирали мотор колеса да там с одной стороны штамм ряд внутри ряд магнитов там с одной стороны болты прикручивать крышку из другой но здесь сделано вот так только с одной стороны а с другой какой-то муляж типа под отвертку кристаллу я так понимаю что эта крышка просто она не откручивается то есть откручивается наверно вот это вот и половиница мотор колеса в общем сейчас мы это посмотрим в общем разобрали мы мотор колеса очень интересную конструкцию мы первый раз жизни наблюдаем смотрите обычно как мотор колеса устроена вот это вот покрышка понятно нужно кстати по поводу колес забыл сказать покрышка как на минике спидвей мин 4 цель налетая заднее колесо тоже цель налетую то есть проколы вам не страшны как обычно устроено мотор колесо вот это вот ряд магнитов он приклеен это вот одна часть и с двух сторон он прикручен но такими крышками но здесь крышка с одной стороны как я уже показала с другой стороны крышка она летая вместе с этим рядом магнитов я честно такой конструкции еще не встречал но не думаю что это плохо то есть но все равно в любом случае мы разобрали посмотреть как это все сделано видно что каким-то лаком все это пролито прям внутри обмоток плотненько мотор колесо надо какой-то честно не знаю такой ржавчина ниже но ржавчины даже не назовешь но видно что это все под лаком и магнит и здесь все это обработано то есть мотор колеса здесь сделаны претензий ноль то есть с вашим двигателем ничего не стучится не конденсат не страшен не вода даже если вода попадет то она нагревом двигателя потом испарится и все потому что здесь силиконом ничего крышки эти не залиты соответственно подводной лодки у вас там нет то есть у вас мотор колесо дышит здесь все плюсик одобряем моторы сделаны по нашей технологии но в любом случае как я уже говорил что повторюсь мы все равно каждый двигатель был вскрывать и смотреть как это все сделано чтобы не иметь потом бледный вид перед нашими клиентами когда у нас купят самокат и скажут о ребят вы там обещали там гидроизоляцию три года гарантия вот у меня там что-то вышло из строя то есть нам тоже не интересно чтобы по сервисным центром ездили то есть каждый самокат будет проверен все здесь все окей переходим батарейному отсеку кстати вот мы даже этот провод не разбирали не разъединяли если он залито все каким-то герметиком либо термоклеем то есть туда влага точно не попадет все собираем колесо установили сняли вот эту крышку он бы гарантийный еще сняли эту крышку пластиковую которая заглушка где батарея что мы видим до слишком особо здесь она даже плотно прилегает но на герметике она не сидит мы будем сажать эти крышки наш американский силиконовый герметик обро чтобы туда даже не конденсат не влага ничего не попадала и мы что видим батарея все запаяно то есть даже если туда попадет влага это никак не отразится на работе батареи разъем весь залит герметиком батарея вся залита герметиком мы ее вынимаем там нет вышла здесь тоже сзади видно что все тут в герметике и батарея кстати из ячеек сделано она не пакетник банки похоже на 18650 батарейный отсек в принципе ничего такого сверх естественного нового мы не видим мы видим что батарея ее хоть в воду окунать и ничего не будет потому что она реально подготовлена и вы посмотрите кстати какой амортизатор еще красным покрасить амортизатор и пружина то есть бывает на самокатах просто пружина стоит все а здесь это реально все по-взрослому я говорю принципе да вот кстати видно герметик или что-то или термоклей батарейный отсек отсюда ничего не попадет что мы в итоге видим что самокат реально подготовленный то есть гидроизоляция реально здесь сделано и вот эти все косяки там с амортизаторами там совсем все это доработано очень приятно так что попробую оставлю себе самокатик один попробую его поэксплуатировать как он вообще себя ведет потом поделюсь впечатлениями вот еще мы вскрыли очередной узел на самокате который требует гидроизоляции это контроллер вот вся электрика фирма загсборд пошла немножко не по такому пути как идем мы то есть получается что все это прикрыто такой пластиковой накладкой как бы мы сделали бы гидроизоляцию мы бы все это был как бы было убрано мы просто посадили бы ее на герметик и все и влага вот туда не попадала но они ее на герметик сажать не стали не знаю по какой причине то есть просто обычная вот видите никакой ни следов герметика ничего но они термоклеем залили кнопку питания кнопку зарядки клемма все это залито то есть влага здесь не упадет и все провода контроллер просили конили все разъемы просили конили термоклеем залили то есть реально его можно опустить воду нет честно даже думаю может быть эксперимент сделать просто его я кстати видел какой-то ролик вот такой самокат делали они вот так вот колесо опускали она крутилась но и реально так и будет потому что влага туда не попадет есть она даже чуть-чуть где-то просочится это никак не повлияет на работу самоката здесь все проклеено здесь все просили конина все провода посмотрите все просили конина все разъемы все 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 то есть здесь нечему абсолютно портится и там никакого короткого замыкания ничего не будет так что окей одобряем кстати посмотрим что там за контроллер 29 вольт 350 ватт 15 ампер ну да как бы в принципе обычный контроллер если на минике 25 амперный на халтонах 48 вольтовых стоит 20 ампер здесь 15 довольно реально вот для такой цели самокат он мощнее и не нужен просто не нужен для того чтобы мощнее есть вот такие вот красавцы у нас танды смотрите эту красивенький могура желтенькая в общем вот это для скорости для мощности а вот этот самокат для подскока и для запасного так скажем варианта в пробке не охота стоять из чехла достали из багажника и поехали друзья ну что хотелось в итоге сказать самокат реально подготовим к любым погодным условиям принципе по мотор колесу по батарейному отсеку батареи по всей электронике или электрике все сделано добротно но есть кое-какие штрихи которые мы будем в каждом самокате подправлять не может быть партия партии отличается может где-то уже будет все это делано допилена но все равно говорю каждый самокат вскроем проверим назад соберем пломбы поставим гарантийные и все самокат у вас готов к эксплуатации хоть в зиму хоть в сляхать хоть когда и что будем эксплуатировать я себе этот самокат оставлю хочу на нем проехать там километров 300-400 и посмотрите вообще какие подводные камни у него выползут но судя как вот все сделаны по подвеске амортизатор пружина передний амортизатор то есть я не думаю что какие-то будут кусики по крайней мере когда на нем едешь приятно да там есть игры куга это ведро с болтами здесь хотя бы ничего не громыхает но все равно если у вас есть финансовые возможности вы хотите купить мощный самокат конечно это dual tron а этот самокат повторюсь как дополнение на каждый день на подскок багажник машину бросили дома в углу лежит место занимает мало и просто там для детей для девчонок самое то есть кстати еще и белого цвета так что если кому-то интересен такой вариант дизайна в общем подписывайтесь на канал подписывайтесь на наш инстаграм не забывайте там много чего интересного выходит то чего нет у нас в ю тубе то есть какие-нибудь интересные кадры небольшие зарисовки по видео мы туда размещаем потому что все невозможно выложить на youtube канал потому что ну коротенько видео две фотографии смысл и instagram у нас ежедневные ежедневные посты так что если кому интересно есть возможность будем вас ждать в числе наших подписчиков кстати у загсборда еще есть полноприводные версии заднеприводные версии тоже мощные самокаты это мы тоже все распакуем сравним с дуал тронами замеряем их динамику то есть просто интересно да то есть ну как появился новый бренд и как вот он здесь это копия там даст свет в оффере цвета у скуги а там у них свои есть самокаты которые действительно они позиционируются как конкуренту у трона но там в половину цены да там и там на 40 процентов дешевле то есть все сравним распакуем и вам расскажем потому что вы же должны знать что выходит в мире электротранспорта и когда встает выбор такой себе самокат купить либо такой у вас должен быть мы будем для этого стараться чтобы у вас была картина обширная на то есть не только там дал трон и самый хороший самый мощный потому что но кому-то он не нужен он кому для кого-то тяжелым для кого-то слишком мощный поэтому вам все будем это рассказывать и до новых встреч